В Самарской области более 6300 человек болеют сахарным диабетом первого типа. В их число входят как взрослые, так и дети. Самое важное для них – регулярно следить за уровнем сахара в крови. Но чем больше стаж диабета, тем сложнее становится такой контроль. Человек перестаёт чувствовать состояние, называемое гипогликемией, то есть резкое снижение глюкозы в крови, и это может привести к потере сознания и летальному исходу. Поэтому такой мониторинг нужно проводить как в дневное, так и в ночное время. Для этого больные используют несколько устройств – специальные тест-полоски и глюкометр, а также систему непрерывного мониторинга глюкозы крови. Она показывает изменение сахара каждые пять минут. Состоит устройство из датчика, которое крепится на плече, и ридера, который фиксирует данные. Поскольку я ночью не чувствую вот это вот состояние, то есть в связи с моим большим стажем, у меня уже 23 года стаж сахарного диабета, то вот этот вот мониторинг глюкозы при установленной программе на телефоне еще, то есть можно установить программу на телефон, и она будет оповещать о низком или высоком сахаре. Вот, то есть таким образом может не спасти жизнь. По словам Алисы, содержание одного такого устройства в месяц обходится примерно в 12 тысяч рублей. Датчик на плече нужно менять каждые 14 дней. Стоит он порядка 4,5 тысяч. И если специальные тест-полоски можно получить бесплатно в поликлинике, то на покупку системы непрерывного мониторинга льготы отсутствуют. Хотя устройство включено в федеральный стандарт медпомощи больным сахарным диабетом. Помочь добиться необходимых субсидий инициативная группа попросила депутату Госдумы Александра Хинштейна. Активисты хотят совместно проработать вопрос на федеральном уровне, чтобы все жители региона, больные диабетом, могли получить качественное лечение и жизненно необходимое оборудование на льготной основе постоянно. По словам депутата, для этого необходимо не только устранить недочеты федерального законодательства, но и приложить максимум усилий на региональном уровне. Первым шагом станет подсчет взрослых больных диабетом первого типа из Самарской области, кто по медицинским показаниям нуждается в субсидиях на систему непрерывного мониторинга глюкозы крови. Этот подсчет в любом случае не будет носить характер закрытый. Это не означает, что посчитали, сказали, что потребность условно 1864 человека и все, а 1865 завтра не попадет. Но без этого подсчета я не смогу обсуждать эту ситуацию с губернатором, потому что мы не понимаем потребность бюджета, сколько на это нужно. Первая встреча с депутатом по этому вопросу прошла в сентябре. По итогам обсуждения решили, что областной бюджет возьмет на себя обеспечение необходимыми медизделиями детей диабетиков и беременных женщин. На эти цели в будущем году выделили 135 миллионов рублей. Инициативу поддержал и губернатор Дмитрий Азаров. Сейчас же группа активистов под протекцией Александра Хинштейна намерена добиваться внесения в перечень и взрослых, которым будут субсидировать покупку систем непрерывного мониторинга глюкозы крови. Участники обсуждения запланировали еще одну встречу. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.